В этом здании не одно, а два отделения Сбербанка, говорят бывшие сотрудники финансовой организации. Центральный вход для обычных клиентов. Здесь обслуживаются физические и юридические лица. Однако помимо него есть еще и вход служебный. По словам экс-работника банка, эти двери открываются исключительно для VIP-персон. Вот выдержка из нашей переписки с одним из бывших сотрудников банка. То, что находится внизу, на цокольном этаже, это мы все в банке называем хоромы Тимофея. Эти помещения сделал и оборудовал под себя наш руководитель Тимофей Письмеров. Как говорят, для того, чтобы там устраивать переговоры с важными персонами. Но что там происходит, на самом деле я не в курсе. Для нас эти двери закрыты. Слухи разные ходили. Там вроде и дни рождения кто-то из руководства даже отмечал. Но мы все знали, что там не помещение VIP-офиса, а по сути мини-отель целый. У нас есть фотографии того самого цокольного этажа. Отдельная дверь, отдельная сигнализация. Комнат несколько, плюс отдельная кухня, полностью оборудованная. И, внимание, санузел с огромной душевой кабиной. Видимо, дебаты здесь проходят действительно жаркие. На полу в комнатах дорогой паркет. Шикарные кожаные диваны в интернет-магазинах, похожие, стоят почти полмиллиона каждый. Кованые элементы дизайна, явно сделанный под заказ, стол из массива дуба. Между прочим, это все эксклюзивные изделия ручной работы. Их цена может доходить до миллиона рублей. Помимо этого, здесь стоят дорогие кресла и декоративные светильники. Есть даже шкафчик для вина. И ко всему этому удовольствию прилагается постельное белье в шкафах. Исходя из этого, мы можем только предполагать, чем занимался здесь Тимофей Письмеров вместе с вип-клиентами. Но это все лирика. По факту же, на ремонт этого здания официально было потрачено 43 миллиона рублей. Эти деньги от Сбера получила нижегородская компания «Инкомстрой». Именно она являлась подрядчиком и осуществляла ремонтные работы в здании бывшей богодельни. К слову, к поиску исполнителя такого крупного контракта банк приступил в 2014 году. Как раз в тот год, когда руководителем Владимирского отделения был назначен Тимофей Письмеров. И по какому-то случайному стечению обстоятельств на конкурс заявилась всего одна фирма. Хотя, согласитесь, сумма немаленькая и контракт весьма приличный. Мы попытались выяснить информацию об этой организации. Специалист одного из аналитических центров подготовил нам более чем развернутый ответ о деятельности нижегородской компании «Инкомстрой». Как оказалось, репутация у нее весьма сомнительная. Мы попросили оценить эту сомнительную контору специалистов. Допустим, мы завтра хотели бы заключить с ней контракт. Итак, согласно отчету бизнес-аналитиков, компания «Инкомстрой» была зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 2007 году. Фирма два раза меняла прописку и два раза генерального директора. Владелец организации – Иван Матвеев. Аффилированные компании – 17, то есть фирмы, в которых фигурирует тот же самый гражданин Матвеев. Их виды деятельности – от строительства до торговли лекарствами, оказание парикмахерских услуг и даже химчистки. Самое интересное, что у пяти из 17 компаний, где значится фамилия Матвеев, сведения об адресе недостоверные. Более того, на сегодня действует всего восемь организаций. Семь фирм закрыто или обанкрочено, еще две находятся в стадии реорганизации. В подготовленном для нас анализе специалисты-оценщики резюмируют. Компания «Инкомстрой» финансово нестабильна. Более того, у нее обнаружены негативные признаки, характерные для фирм-однодневок. Они, как известно, создаются с целью уклонения от уплаты налогов или для проведения мошеннических операций. Как видно из документов, «Инкомстрой» является ответчиком в арбитражных делах. Причем их десятки. Также у данной компании имеются незакрытые исполнительные листы. Но о чем это говорит? О том, что при решении суда они должны другим фирмам деньги и не платят. Из арбитражных судов компания «Инкомстрой» действительно, можно сказать, не вылезает. Причем иски на эту фирму подают и госучреждения. Претензии к ним предъявляют. Внимание! Приволовский региональный центр МЧС России, Нижегородская таможня, администрация города на Волге, управление Министерства культуры Нижнего Новгорода. А вот Тимофея Письмерова, экс-руководителя Владимирским отделением Сбербанка, это, видимо, не настораживало. Вот только непонятно, как главный банк страны, который проверяет каждую компанию, все крупные движения денег, да что там говорить каждого своего клиента с более-менее крупными операциями, как эта система могла допустить к своим же деньгам такую компанию. Более того, всех устроил договор. В нем никакой конкретики. Какие-то общестроительные работы. Кстати, ремонт «Инкомстрой» все же не доделал. Рядом с так называемой переговорной и душевой кабиной с постельным бельем есть и такие помещения. Выглядят они далеко не презентабельно. Но, видимо, к такому недоремонту у Письмерова претензий не возникло, так как сумма была полностью перечислена «Инкомстрою». Дальше большее. По данным службы судебных приставов, за 8 лет работы компании «Инкомстрой» в отношении нее возбуждено 37 исполнительных производств. То есть Письмеров, будучи руководителем Владимирского Сбера, работал с компанией, которая по решению суда должна крупную сумму денег своим клиентам. Общая сумма задолженности – 6,5 миллионов рублей. Вот только взыскать приставы смогли только, опять внимание, 244 тысячи. Три десятка решений судов на сумму более 6 миллионов так и остались не исполнены. Исполнительные документы возвращены взыскателям ввиду невозможности установления местонахождения должника, его имущества, либо получения сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или хранении в банках или иных кредитных организаций. Любопытно, что пропала компания «Инкомстрой» из поля видимости приставов с 2015 года. Именно с этого момента на их счета больше не поступало денег, говорят исполнители решения судов. Однако, как видно из этого документа, Владимирское отделение Сбербанка перечисляло средства за ремонт здания на Студеной горе нижегородским строителям и в 2015, и в 2016 году. Как так? Приставы не могут взыскать с юрлица ни копейки, а Владимирский Сбер под управлением Письмерова переводит им миллионы? Точнее, целых 43. На самом деле схема не такая уж и сложная. Чтобы арестовать счет, приставы отправляют запрос в банк. На основании этого банк блокирует расчетный счет. И все деньги, которые на него поступают, списываются с него в счет долга. И это понятно. А теперь скажите мне, что мешает бизнесмену открыть новый счет в другом банке? И если учесть, что один из фигурантов сделки Сбербанк, и это лично касается его руководителя Письмерова, я даю вам 99%, что приставы про этот счет просто-напросто не узнают. Да и налоговая тоже останется в стороне. А деньги будут поступать на этот счет, и его водитель сможет распоряжаться им по своему усмотрению. К слову, в предоставленных аналитикам материалах есть сведения о всех крупных контрактах, договорах и закупках компании Инкомстрой. Так вот, Владимирское отделение Сбербанка в графе «заказчик» мы обнаружить не смогли. Эта сделка, судя по всему, прошла мимо всех отчетов и контролирующих органов. Отсюда вопрос, увидела ли сумму в 43 миллиона налоговая инспекция, или ее так же, как и приставов, участники сделки обвели вокруг пальца. Или слухи об общих делах Письмерова с бывшим руководителем областной налоговой Кошелевым вовсе не слухи. И напоследок, из представленных аналитических материалов видно, что репутация компании Инкомстрой начала портиться с 2011 года. Именно с этого момента на нижегородских строителей начали подавать иски в суд. Заказчики работ требовали возмещения ущерба за срывы сроков по госконтрактам и несоблюдение договорных отношений. Суд признавал правоту исцов, но компания продолжала работать, как ни в чем не бывало. Понимаете, вот меня как человека, который знает, что такое бизнес и предпринимательство, только этот факт заставил бы задуматься, стоит ли сотрудничать с данной компанией. Из документов видно, что Сбербанк заключил договор подряд с ним в 2014 году. Я сомневаюсь, что такая организация, как Сбербанк, которая проверяет всех и каждого по нескольку раз, ничего не знала о компании Инкомстрой и судах, и долгах. Тем не менее, контракт на 43 миллиона, это не 43 тысячи, это 43 миллиона рублей. Я могу предположить, конечно, что это было сделано специально, в интересах того, кто перечислял эти деньги. Если столько лет даже контролирующие органы не могут у них ничего найти, то эти 43 миллиона частично могли осесть просто в карманах участников сделки. Как видно из этого документа, Сбербанк перечислял деньги по договору разными суммами, платежи растянулись на два с лишним года. И вот что любопытно. Именно в это время у Тимофея Письмерова и его жены появились автомобили и мотоцикл. Так, в 2014 году на экс-руководителя Владимирским отделением Сбербанка был оформлен мотоцикл «Хонда». В этом же году супруга Тимофея, Мария, приобретает BMW X6 2012 года выпуска стоимостью 2,5 миллиона рублей. В 2016-м, к моменту поступления завершающих траншей, у неё появляется совсем новый BMW X4. А это ещё 3 миллиона. Неплохо, да? К слову, история у BMW X6 весьма любопытная. Согласно имеющейся у нас информации, впервые эту машину приобрела некая Виолетта Винокурова в августе 2013 года. В декабре этого же года её собственником становится гражданка Андреева. А теперь самое интересное. 11 июля 2014 года та же Виолетта вновь становится владелицей недешёвой иномарки. И, внимание, в этот же день продаёт её Марии Письмеровой. Получается, на бумаге у автомобиля сменилось три хозяина. По факту же, ей управляли только два человека. Вот только вопрос, управляли ли? Или же эта схема была придумана для того, чтобы намеренно занизить стоимость крутого авто, потому что машина была приобретена не за свои, а стала некой благодарностью от инкомстроя. Как автомобиль в один день сначала вернулся прежнему владельцу и тут же стал собственностью Письмеровой. На наш взгляд, эта схема вполне может заинтересовать компетентные органы. А теперь непосредственно про сам ремонт, сделанный нижегородскими строителями. Напомню, на него было потрачено 43 миллиона рублей. Теперь Сбербанк требует от мэрии вернуть эти деньги. При этом, на какой конкретно ремонт была потрачена огромная сумма, в управлении муниципальным имуществом понять не могут. Владимирское отделение Сбербанка, в прошлом возглавляемое Тимофеем Письмеровым, пока не может предоставить ни смет, ни актов выполненных работ. Есть только какой-то договор на общестроительные работы. И тот еще не был представлен. И это, внимание, все. Что касается работы общестроительных, два договора упоминаются в иске, но материалы дела до настоящего времени не представлены. И квалифицировать каким-то образом, какие работают, капитального характера, некапитального, в настоящее время мы не можем. Вот и выходит, что самый крупный банк страны перечисляет непонятно за что компании рога и копыта с кучей судебных решений и задолженности перед заказчиками 43 миллиона рублей. При этом в полном объеме в суд доказательства предоставить банк не может. Но все равно требуют взыскать с мэрии эти деньги. Ну а с какой стати городские власти должны оплачивать, в том числе ВИП-хоромы Тимофея, вообще непонятно. Тем более у города вообще нет ни единого договора со Сбером. Здание на Студеной горе находится в субаренде. Так куда ушли 43 миллиона? В чьих карманах осели? Кто давал добро бывшему руководителю Письмерову на обустройство спален и душевых на цокольном этаже? Наверняка руководству Центрального отделения Сбербанка в Москве и правоохранителям будет интересно узнать, как уже бывший управляющий Владимирским отделением Тимофей Письмеров распоряжался бюджетом финансового учреждения, а по сути государственным бюджетом. И как так получилось, что самый безопасный банк страны перевел огромную сумму денег компании, которую разыскивают уже несколько лет судебные приставы, и которая должна своим заказчикам более 6 миллионов. Мы надеемся получить ответы на эти вопросы. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал.